Всем привет! Меня зовут Алена, вы на моем канале, и если вы тут первый раз, то добро пожаловать, если же нет, то я безумно рада, что вы вернулись. Сегодня снова перед вами мой ежедневничек, который я так и не знаю, как назвать, поэтому до сих пор жду ваше предложение. И сегодня я покажу вам несколько разворотиков, которые, мне кажется, могут быть для кого-то из вас полезными, потому что, как оказалось, многие все-таки ведут ежедневники, я очень надеюсь, что они вам помогают. И мне мой ежедневник очень помогает, поэтому давайте же уже посмотрим. Причем сегодня я вам покажу только развороты для недели, ничего более, никаких мыслей и так далее. Просто красоту, в общем, вам покажу. Смотрите. Давайте начнем с самого верха. Это все, это я сама рисовала, так что даже не думайте, что кто-то это делал, это я. Тут немножко все кривенько-косонько, но я правда старалась. Также мы видим то, что это вторая неделя января, с 9 по 15 числом. Здесь я еще была в высшей школе экономики. И это, ну, как видите, понедельник, вторник, среда и так далее. Здесь указано, сколько воды я выпивала. И причем полная, это примерно 2 литра. А остальное, что левее, это меньше. Как видите, пью я не очень много в последнее время. Затем я сделала ремайнс. Это какие-то напоминалки, которые я должна делать. Причем именно должна, иначе я их не сделаю. Как видите, тут я ходила к репетитору, занималась спортом, просыпалась, делала вам видео, учила всякие различные вещи. Затем обязательно у меня должны быть какие-то мотивационные бумажки, потому что иначе, я не знаю, что со мной случится. Только мотивация, мотивация везде, где только возможно. И непонятный рисунок, который я сделала по ходу, чтобы просто заполнить это пространство. Вот так вот. И обязательно do something today, чтобы каждый день прошел с какой-то пользой. Дальше, наверху, вы можете видеть такую адженду. Я точно не уверена, как это правильно произносит, но по-моему это адженда. Или, ну в общем, не суть. Это какие-то краткие планы на каждый день, чтобы самое главное, вы не забыли, что нужно сделать. И как видите, это у меня выглядит вот так. Мне кажется, это очень мило и очень красиво выглядит. Я не знаю, я очень люблю такой минимализм, но адекватный минимализм. Вот как-то так. Надеюсь, вам это нравится. И идем мы с вами дальше. Следующая неделя у меня выглядит вот таким вот образом. Как видите, это очень-очень и очень-очень милая неделя. Ну, я не знаю, надеюсь, она такой была, потому что это третья неделя января. И тут у меня написано, в Лос-Анджелесе говорят, жизнь слишком коротка, чтобы ходить в некомфортной одежде. Мне кажется, это невероятно правдиво, потому что я, по-моему, на этой неделе очень часто надевала свои большие джинсы. Или же мои удобные штаны, которые очень выглядят классически и аккуратно, но, тем не менее, они очень классные и очень удобные. Не странно то, что они даже деловые. Это делает их только лучше, но не об одежде. Также, вы видите, у меня тут недели, дни недели, затем планы, 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 куча планов. Как видите, не всегда они выполняются, но это нормально на самом деле. Лучше сделать больше, но выполнить не все, чем написать совсем мало и совсем их не выполнить. В общем, золотая середина. Надеюсь, хоть здесь она у меня есть. И много-много-много-много-много-много различных планов. И здесь в воскресенье мы ходили на фотосессию. Вы скоро увидите этот лог, я очень надеюсь, он вам понравится. Дальше видите вот это чудо. Не вот это, а вот это чудо. Смотрите на эту печенюшку и кофеечек или чаечек. Прелесть, да? Затем дальше мне нужно было за эту неделю определиться с расписанием, учить слова для репетитора. Справа мы видим модель. Очень-очень-очень классную, красиво одетую, худенькую и просто чудесненькую, но не суть. Затем у меня опять эта адженда, которая... Ну, планов у меня не было, походу, на неделю, как вы видите. Да, пустовато немножко выглядит, но... Вот так вот. Зато правда, зато не вру никому. И последняя неделя, которую я вам покажу, выглядит вот так. Вот я тут добавила пергаментовые листочки. Мне кажется, это выглядит просто сверхизумительным. И я просто в восторге от этой прелести. И смотрим, что же мы тут делали. У нас здесь приезжали лекции из высшей школы экономики. Мы их слушали, находились долго-долго-долго в школе. Также я записывалась на два вебинара. Вебинар по английскому. И 25-го был еще один вебинар, на который я не ушла. Они были слишком поздно. Я уже ложусь спать в это время. Записалась я, потому что надеялась, что все-таки пойду. Но я не осилила это дело. Также мы видим, тут я сделала календарик. Ну, просто, чтобы ориентироваться во времени. Тем events и sleep tracker. И знаете, что я обнаружила? Я реально думала, что я сплю часов по 8. Даже больше. Оказалось, я сплю около 6 часов. 6 с небольшим, это мой максимум. И я реально в шоке, когда успела такое произойти. Да, конечно, я хотела увеличить свой день. Безусловно, я этого добилась. Но я теперь понимаю людей, которые не высыпаются. Это не так-то уж и круто, на самом деле. И написала здесь, будь счастлива, потому что надо быть счастливой. Надо, надо, надо. И я хочу быть счастливой. Дальше очень красивая картиночка. Она такого же материала, примерно, как эти бумажечки. И это создает атмосферу просто сверх какого-то гранжа. И, блин, очень нравится мне. Планы, 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 которые почти не выполнены. Ну, окей, шучу. Почти все выполнено на самом деле. И, наверное, на этом все. Вы посмотрели три мои разворота. Я очень надеюсь, что они вам понравились. Если это так, то вы знаете, что делать. И увидимся с вами в следующем видео. Так что, пока-пока!